Приветствую вас, дорогие друзья! Я хочу с вами поговорить сегодня вот о чем. Очень часто мы, бывает, приходим к Богу и спрашиваем Его о том, почему у нас что-то происходит не так, как мы запланировали, почему какие-то вещи, в которых мы находимся сейчас, они давлеют над нами, какие-то проблемы, какие-то неприятности. И я хочу разобрать с вами один псалом, 16-й в частности, псалом, в котором Давид вообще, в принципе, разбирает тему, почему Бог должен прийти и ответить на его нужды. Это очень важный момент. И я хочу, чтобы мы обратили, это, конечно, один из аспектов, о них можно говорить очень много, но хочу, чтобы мы обратили внимание именно на этот псалом. Итак, давайте коротко об этом псаломе, с первого стиха я прочитаю по восьмой. 16-й псалом, с первого стиха по восьмой. Услышь, Господи, правду мою, в нем ли воплю моему, прими мольбу из уст неуживых. От твоего лица судня да не зайдет, да возряд почи твоей на правоту. Ты испытал сердце мое и посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступает уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранил себя от путей притеснеделя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои. К тебе взываю я, и ты услышь меня, Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. И так далее. Давид призывает к милости Божией по отношению к Нему, но прежде чем он призывает к милости, прежде чем он просит судов, он констатирует очень важный факт. Первое, то, что Бог испытал его. Он пришел к Нему ночью, Он испытал его, Он искусил, Он проверил сердце его и ничего не нашел против. Второе, это то, что здесь написано, на английском это называется integrity, это когда мы говорим то, что думаем, да, и делаем то, что говорим. И вот он говорит, что в делах человеческих, по слову уст твоих, я охранил себя от слов притеснителя, но перед этим он напоминает, то есть вот как бы Бог это все знает, он это все видел, Давид этот человек по сердцу Бог ему, но тем не менее он говорит так, от мыслей моих не отступают уста мои. Очень часто бывает, что мы думаем одно, говорим другое. Мы думаем одно, подразумеваем третье, говорим одно, подразумеваем четвертое. Помните, как у Райкина? Два плюс три, один на ум пошло. И очень часто бывает, что мы таким образом впадаем в грех, который называется лжесвидетельство. То есть, что такое лжесвидетельство? Не обязательно наговор на кого-то другого или говорить какую-то клевету в адрес кого-то другого. Когда мы лжесвидетельствуем, мы знаем, что мы получаем одну мысль, и мы знаем, что мысли сеются в наш мозг и в наши сердца, сеются либо Богом, либо дьяволом. Мы получаем откровение, чего-то не делать. Но мы делаем это, а потом почему-то удивляемся, почему к нам такое же отношение. То здесь очень важно вспомнить, а всегда ли наши уста следовали нашим мыслям? И это очень важный момент. Потому что очень часто бывает, что мы говорим какие-то вещи, а потом, когда дело касается, что называется, вот этот час икс, когда идет проверка, а на самом деле мы так живем, вдруг проявляется наше второе я. Там, где мы делаем совсем не то, что говорим. И вот здесь очень важно понять, что в нашей жизни случаются моменты, когда мы нарушаем вот эти вот Божьи заповеди. И сейчас я хочу обратить ваше внимание еще на одно местописание. Это книга Экклезиаста. Седьмая глава, известное место с 20 стиха. Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы. Поэтому, не на всякое слово, которое говорят, обращаем внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда ты и сам злословил других. То есть, когда мы призываем не злословить кого-то, не уже свидетельствовать против кого-то, мы сами должны вспомнить, может быть, мы это делали когда-то в своей жизни по отношению к другим. И если делали, покайтесь в этом. Просто обратитесь к людям, против которых вы это делали, и обязательно поговорите с ними об этом. Попросите прощения. Потому что, если нет прощения, как написано у нас в сердцах, или у других к нам, мы находимся в тюрьме. Человек, который в тюрьме, он не на свободе, а Иисус пришел, чтобы сделать каждого из нас свободным. Поэтому, истина заключается в том, чтобы познать Бога лично, посмотреть, где и как мы можем исправить свои пути. Попросить Его милости для того, чтобы исправить эти пути. И только после этого мы можем попросить у Него с тем самым дерзновением прийти и попросить у Него любую милость по отношению к нам. И Он окажет ее нам. Потому что Он на самом деле настолько возлюбил меня, что даже Сына Своего Ненародного отдал. Но Он хочет, чтобы мы ходили Его путями. И одно из проявлений хождения Его путями, это когда мы действуем в соответствии. То есть, наши уста говорят то, что есть в наших мыслях, и наши действия, они рассказывают то, что мы говорим. Пусть Господь вас благословит. До встречи. Пока.